Да, друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник, готовимся к новой торговой неделе, начинаем мы с американского доллара, который за прошлую неделю показал хорошее движение, как вниз, так и вверх. Напомню, что ранее мы обсуждали с вами идею шорт-позиции к этому уровню, к области интереса, с идеей дальнейшего пробоя. Но пока что пробоя не произошло, шорт-идея отработала себя неплохо. Да, достигли эту область достаточно быстро. И на текущий момент цена торгуется выше, отскочили. Здесь хочу отметить то, что опять же особо много объема не было, возможно из-за того, что новый контракт, но здесь, как мы видим, особо лимитной поддержки нет. Соответственно, я считаю, что в ближайшее время вполне вероятно дальнейший пробой этой области. Но еще и только одно, то, что по сотоотчетам мы видим рост объема лонговой позиции со стороны фонда. Вот эта зеленая линия, она подрастает, соответственно, говорит нам о том, что фонды активно затариваются в лонг. ФРС на прошлой неделе сказали, Павел сказал, что в этом году ожидайте одного снижения и четыре снижения в следующем году. Соответственно, участники рынка готовятся к еще одному ралли-забегу по американскому доллару. Потому что остальные центральные банки начали процесс смягчения монетарной политики, то есть снизили процентные ставки, а доллар и ФРС, скорее всего, в этом году, возможно, даже ничего не сделают. Соответственно, участники рынка фронт ранят эти события, ставят на американский доллар, так как если разница в процентных ставках будет увеличиваться, то есть в Штатах и так 5,5, это одна из самых высоких среди других стран. Соответственно, если другие снизят процентную ставку, разница между ними еще вырастет, доллар будет супер привлекателен для среднесрочных позиций. Поэтому, да, некоторые фонды это все фронт ранят. И вот такая история. Поэтому два сценария. Нет, давайте определимся все-таки с одним сценарием. Учитывая то, что уже дважды подходили к этой области, учитывая то, что новый фьючерсный контракт начался, и фонды продолжают накапливать лонговую позицию, несмотря на то, что цена еще не установила новый максимум, я считаю, что есть смысл накапливать среднесрочно до сентября месяца лонговую позицию. Плавно на откатах подбирать, чуть выше поднимаются ваши средние цены, часть сбрасывать и так потихонечку на падениях накапливать, на росте сбрасывать, но постоянно находиться в лонговой позиции. Это среднесрочный подход. Более краткосрочная история, я считаю, есть смысл еще шортить с целью достижения вот этой области, возможно, даже пробоя этой области. То есть фитиликом зацепить эту область, чтобы собрать все-таки стоповую ликвидность. Но это достаточно маловероятный сценарий. Дальше у нас европейская валюта. По европейской валюте хочу отметить то, что фонды накопили серьезную шортовую позицию. Вот это как раз мэтчится с лонгом по американскому доллару. Прекрасный ретест вот этой области, области, где ранее достаточно много оставались позиций, ну где много торговались, область лимитного притяжения. И да, и как раз с этой области фонды и рассмотрели шортовую позицию. То есть они начали ее накапливать еще чуть раньше. То есть это у нас, тык-тык-тык, вот до вот этого момента. Вот до вот этого момента все, что было вот здесь, накапливалось в шорт. И накопили 25 тысяч контрактов шортов. Уверен, что они продолжат это все набирать, так как достаточно серьезный слом произошел. То есть изменения в настроениях произошли существенные. Да, таким образом лонговую идею по европейской валюте стоит отменять. Есть смысл как раз рассматривать шортовый сценарий с момента, когда мы увидим контр-атаку покупателей, извините, контр-атаку продавцов, возможно еще одну коррекцию и дальше уже среднесрочный шорт на ближайших 2-3 месяца. Фицерский франк, несмотря на то, что американский доллар растет, растет в том числе. Это отличная идея была, идея с пробоем локального максимума. Здесь как раз четко загрузили шортов фонды. Они продолжили грузить эти шорты даже в моменты, когда вот сюда уже подошла цена. И да, сейчас эти шорт позиции закрываются, поэтому вполне вероятно установление нового локального максимума за предыдущий фьючерсный контракт и дальнейший вынос цены повыше. Но, да, здесь особо сильно разгоняться не стоит. Максимум это у нас как раз установление вот этого локального кая. И после этого установления есть смысл зафиксировать большую часть лонговой позиции, не ждать дальнейшего продолжения. Не ждать только по той причине, что шорт позиция она ограничена у фонда. То есть я не делал скрин, но мы видим, что они уже частично начали ее закрывать. Здесь еще что-то осталось, но в целом за одну недельку они без проблем могут ее полностью покрыть. Поэтому, как по мне, после установления вот этого кая уже нет смысла особо держать дальше позицию. По австралийскому доллару и по новозеландскому доллару плюс-минус аналогичная ситуация. То есть в австралиице мы видим закрытие лонговой позиции и открытие шортовой позиции со стороны фондов. Они продолжили это накапливать и, как мы видим, цена не смогла установить, закрепиться выше локального максимума. В моменты слабости американского доллара. То, что мы пока находимся вот в этом диапазоне, это хорошо. То есть до момента выхода вниз с этого диапазона переживать не стоит за лонговые позиции. Вот здесь булиш-фактор еще остается в силе, но он становится все слабее, учитывая то, что Банк Австралии также пошел по пути смягчения монетарной политики, а ФРС нет. Соответственно, это будет снова же давить. И мы видим, что эта позиция фондов резко ухудшилась. Соответственно, да, есть смысл выходить из лонговых позиций. И в моменты отскока, в моменты контратак продавцов, есть смысл внутри дня накапливать шортовую позицию с целью посидеть на целью вот этого пробоя. Новозеландский доллар показал феноменальную силу, то есть в момент, когда подошли к этому уровню объема, отскок был существенный, мощный, сильный, круто, с установлением хая, это прям кайф. Но, как мы видим, сейчас все достаточно быстро сдулось, и цену без проблем опускают все ниже и ниже. Посмотрим, отработает это контратака покупателей или нет, но мне не нравится то, что она произошла не на локальных минимумах. То есть, если бы вот здесь она произошла после установления лоу, тогда окей, тогда бы точно лонг идея была бы в силе. А так пока нет, пока это все в пользу слабости, наоборот, говорит, как у нас было по пшеничке. Если не ошибаюсь, да, вот здесь такая же история. Вот попытка, но это все как-то и дальше все равно провалились. Вот, в новозеландском долларе плюс-минус аналогичную историю я рассматриваю. По канадскому доллару, да, канадский доллар здесь прям супер серьезно. 38 тысяч контрактов шортов фонды открыли, 36 тысяч контрактов лонгого открыли хеджеры, в свою очередь. Да, но фонды это те ребята, которые работают по направлению тенденции, и здесь, как мы видим, после установления локального минимума фонды активизировались. У меня лонговая позиция еще осталась, не дошли буквально чуть-чуть. Посмотрим, удастся ли фондам продолжить нисходящую тенденцию, или все-таки хеджеры возьмут инициативу в свои руки, потому что у двух сторон позиции серьезно разошлись. Если мы посчитаем, когда именно это все произошло, то вы увидите, вот, смотрите, пятница, четверг, среда, вторник. Вот, за вторник у нас вышли данные, и нам необходимо отсчитать пять дней. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Оп. Да, пять дней. Торговых. И мы увидим, что основной объем, стоп, чуть-чуть пониже, вот, основной объем был наторгован вот здесь, то есть, эта область, вот эта область, вот здесь был наторгован основной объем. Соответственно, пока цена находится выше этого уровня, выше этого объема, это говорит нам о том, что хеджеры контролируют ситуацию, то есть, они взяли инициативу в свои руки, и с большей вероятностью цену будут подталкивать дальше вверх. В момент пробоя этой области закрепления ниже, значит, фонды берут ситуацию в свои руки. Я считаю, что пока мы выше этой области, есть смысл рассматривать лонг-приоритет, поэтому пока в лонге я сижу. По британскому фунту, посмотрите, какая огромная дельта, как она сильно выделяется, но не стоит там сильно переживать или надеяться, это в основном перекладка объема. Со старого фьючерсного контракта в новый. Да, по поводу фунта, здесь мы видим, что фонды продолжили накапливать лонговую позицию, хеджеры шортовую, все окей, она дальше не двигается, причем лонговая позиция фонда, она все медленнее и медленнее накапливается. Отличным паттерном для закрытия лонговых позиций выступают моменты преодоления предыдущего локального максимума, потому что там чаще всего многие будут фиксировать свои позиции, у кого-то тейк-профиты стоят, у кого-то стоп-лоссы и все остальное, там достаточно много ликвидности всегда сосредотачивается. Если сезонность не подкреплена, если фундаментальный новостной фон не подкреплен, то и дальнейшего развития событий чаще всего не происходит. Так вот, здесь у нас как раз четенько произошло установление максимума. Напомню, что да, фьючерсный контракт уже новый начал полностью торговаться. Окей, я веду к тому, что это первое, что нам говорило о потенциальной остановке тенденций. Второе, да, то, что по американскому доллару и в целом по британскому фунту за последнее время, несмотря на увеличение лонговой позиции со стороны фондов, цена особо не росла. То есть просто в боковике, по сути, болталось. Вот вот этот рамки боковика. Фонды увеличивают свою лонговую позицию, цена при этом не растет. Да, я, конечно, рассчитывал, я без позиции по британскому фунту, я рассчитывал на то, что фонды, как и в предыдущий раз, резко увеличат свою лонговую позицию по этому инструменту, и тогда уже шок. Потому что что-то в последнее время, последний год-полтора они никак не угадывают. Каждый раз, когда они наращивают шортовую позицию по фунту, цена разворачивается вверх. Каждый раз, когда они наращивают свою лонговую позицию, как вот здесь, цена начинает снижаться. Японская иена. Пока область держится, я считаю, что эта область будет хорошей поддержкой для цены. Я считаю, что именно здесь начнется шортсквиз, и то, что Центральный Банк будет поддерживать этот уровень. Плюс-минус этот уровень. Не говорю, что именно вот этот конкретный 0.64, но плюс-минус эту область. Поэтому я стараюсь накапливать лонговую позицию здесь, и планирую продолжать до момента шортсквиза. Если мы посмотрим на сот-отчеты, то мы там ничего серьезного не увидим, позиции не сильно поменяются. Нефть пока без идей, но здесь сезонность указывает на потенциальные движения вверх, поэтому есть смысл рассмотреть идею с пробоем локального максимума за текущий фьючерсный контракт. Золото сезонность указывает вниз, поэтому есть смысл рассматривать шортовые сценарии. И вот пока рынок как раз ожидает снижения процентных ставок в ближайшее время, это может и поддавить немного на котировки золота. По остальным инструментам, вот биток еще интересный, это то, что идею мы озвучивали в торговле в боковике. Пока цена находится в этом боковике, вижу смысл использовать грид-стратегии, грид-подходы. И по поводу фондового рынка, установили новый максимум, пробились по всем фронтам выше экстремумов, причем посмотрите, как серьезно порасходились позиции фондов и хеджеров по NASDAQ. И цена пока что торгуется выше, это говорит нам о том, что с большей вероятностью цену еще будут поддерживать там повыше. Но здесь преодолеть 20 тысяч, это прям, конечно, сильно надо. Но после этого я считаю, что дальнейшее движение обратно, вот в этот боковик серьезный, большой, оно будет происходить. То есть, что SPY, что NASDAQ будут возвращаться вот в этот боковик, вплоть до середины августа, когда к выборам уже будет достаточно близко. По спредам NASDAQ против Рассела держу, планирую дальше накапливать позицию, работать на сближении, учитывая то, что NASDAQ устанавливает high, Рассел не устанавливает. Связано это с разницей влияния ставки и потенциальных ожиданий изменения ставки на два этих индекса. То есть, мелкие компании, им уже необходимо рефинансирование своих долгов под более низкие ставки, а они пока что могут брать только под более высокие, соответственно, их маржинальность падает в этом случае. А у более крепких компаний, у них более крепкая позиция, им не так необходимо финансирование. Золото против серебра, вижу смысл накапливать позицию на сближение по этому инструменту. И если мы выбираем одну позицию на ближайшее время для работы на сближение, это у нас как раз новозеландец против европейской валюты по новозеландцу short, по евро long. Я считаю, что есть смысл это делать в моменты, когда у нас новозеландец делает движение, ну, короче, как всегда, да, новозеландец, часть позиции уже сейчас можно брать. Дальше, следующую основную первую часть мы уберем, когда новозеландец устанавливает локальный максимум, а евро устанавливает локальный минимум. Это будет лучший из вариантов. И здесь позицию желательно взять первую до момента, пока новозеландец не установит новый минимум. Вот здесь, потому что после этого пробоя скорость падения резко увеличится. Вот, по евро здесь, ну, да, здесь пока поддержек особо нету, поэтому, да, в ближайшее время движение вниз вполне вероятно достаточно быстрое. Всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой недели. До встречи в пятницу уже в полноценном рабочем режиме. Счастливо будем на связи.